МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Сергея Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. На службу с врачистостями на кругании славы призывников Минщины отправили его в Збройные Силы. Достойное пополнение. Это серьезные молодые люди, которые будут защищать нашу Родину. Парадный выгляд престолитша. Масштабное доброупорядкование протягивается в Минском районе. Мусор, который образуется на территории своих домовладений, надо регулярно убирать. Территорию надо поддерживать в должном состоянии. У рейд в частине отправилась Виктория Свирская. Отпочить и заробить на Минщине дадены старт прационному лету. Теперь у нас работают штабы трудовых дел в школах и в колледже. Формируются студенческие отряды. Первая урочистая отправка призывников Минской области во Збройные Силы прошла на кругании славы. Тут проводили на службу полторы сотни самых достойных юнаков. И они отправятся в пятую бригаду спецпризначения, 103-ю мобильную бригаду и роту гоноровой варты. Усяго, что эти призывы у Збройные Силы пополнят 1300 новобранцев. Завершится отправка молодых оборонцев Айчины наприконцы мая. Отбор вооруженной силы Республики Беларусь в этом году проводится немножко в другой обстановке. Вооруженные силы получают более современную технику, на которую должны обслуживать ребята более квалифицированные. Поэтому отбор идет тщательно. Должна быть хорошая физическая подготовка, психологическая тоже. Где-то, может быть, служба и поможет. Может, в семье, на работе, отношениями с начальством. Учит уважение. С боевым настроем иду в армию. В принципе, готовить и служить, и есть желание. Для наших призывников, наверное, это не просто шаг в новое мужское будущее. Это серьезный шаг в жизни. 1300 выпускников, которые будут служить в различных родах наших войск. Это достойное пополнение. Это серьезные молодые люди, которые будут защищать нашу Родину, наш покой. Парадный выгляд при старичии. Масштабное доброупорадкование протягивается в Минском районе. Один из самых великих, як по померах, так и по колькости населенства районов в области, традиционно один из самых проблемных. Брудные плямы на карте, сметники, як у населенных пунктах, так и у зеленых зонах. Местовые улады разом с коммунальниками и работниками Рязгасу провели десятки рейдов. Две с половой сотни жихоров отрымали штрафы только за пошний месяц. С початку года 650 гектаров занят бал их землю, уключено господатший оборот. Установлено больше 6 тысяч контейнеров для сметки. Новый выгляд отрымали и зону отпочинку. У рейд-чистине отправилась Виктория Свирская. Покуль на Береземинского мороза и взрослый парадок. Масштабные работы по наведению лоску, которые начались летать, дали свой плен. Все лето на обновленной территории нога отпочивающих не ступала. И застается только сподеваться, что аматоры летнего релаксу сразумеют. Контейнеры для сметки не упрыгажение, а функциональность. Памятки по правилам Поводина на природе уже как птушки разлетелись по ближайших поселках. Прописанные постулаты закликаны стать негласным законом. Мы в свое время породили некоторые иждивенческие моменты. И каждый гражданин знает свои права, но, к сожалению, забывает о своих обязанностях. О том, что мусор, который образовывается на территории своих домовладений, надо регулярно убирать. Территорию надо поддерживать в должном состоянии. В частности, применительно-садовых творчеств, в которых в Минском районе порядка 318, на которых находится более 55 тысяч участков. Также, в общем-то, на эту работу смотрят немножко сквозь пальцы, тем самым засоряя окрестные леса, поля. Только в Минском районе за опошенный час ликвидовали амаль полторы сотни несанкционованных звалок. Как продухилить далеко не малявничие пейзажи, затекавленные службы распорцевали целую систему сбору коммунальных отходов. В Минском районе заявились полсотни пляцовок с контейнерами для буйногабаритных отходов. Мы предусмотрели, как сбор твердых бытовых отходов, вторично-материальных ресурсов, и дополнительно установили большой контейнер для строительных отходов, потому что данные здесь территории и земельные участки интенсивно застраиваются. Конечно, была проблема раньше. Сейчас немножко стало лучше. Вы сами видите, что и 15-кубовый контейнер стал этот, который уже можно крупногабарит положить. И вот тот мультилифт, который большой, тоже хорошо, что все люди, которые подъезжают, не на улице где-то бросают, не в лесу, а здесь. С надыходом пожара небезпечного пиры и доминовитой сметти искра, которая может привести до великого урона у лесничих. А кроме штадионных рейдов, прогляды, видеохроник. Приобретены по области 82 камеры фотофиксации лесонарушений. Значит, по Оложинскому району у нас уже есть результаты. Вот 4, именно 4 гражданина, которые выбрасывали мусор в лес или на территорию лесного фонда, можно сказать проще, привлечены к административной ответственности в виде штрафа. На контроль износ невыкористовываемых сельгазпобудов. За прошлый год по области было снесено 1082 объекта. На этот год запланировано еще 485 объектов. Думаю, с учетом этой динамики в целом в этом году, максимум в следующем, завершатся эти работы по области. На уезде у односадовых товариств у приклад неохайности, для длини которых это нормальный парадок речоу. У нас все нормально. Это просто после зимы, вот такая получается у нас немножко заторможение вот этой мусорки. А так постоянно у нас каждую неделю выводят мусор в вторник или в четвертом, или как получается в них. Как высветлилась же хары товариства за парадком Сочи, с разлату носят дачники. Теперь уже экс-старшиня товариства Владимир Мищенко у весь час своего правления выступал за частину навокал. Вот только приезжие взносы на вывоз буйных отыходов платить навод не думают. И вот парадокс. Запрыхильность до ахайности у Владимир стал неугодным. Строители. Вы понимаете? Строители. Там, где нагадил, там все и лежит. А диваны? Тоже самые диваны. Прошу, люди, не несите. Каждого машина под собой. Ну ты возьми, вывези пакет, завези ты в Минске. Я здесь прожил 25 лет, здесь живу постоянно. Я сюда ничего не вынес. Такая картина, это вядомо, хоть и выключение, чем правила. Но разом с тем, только в Минском районе и только за один месяц сделано 2500 подписаний и складено 2500 протоколов. Сметьсять не прибирать. Коску в этом сказе каждый вядом оставить сам. Пока ранний рублем многих уже не пужают, не выключено, что в ближайший час специалисты найдут больше вытонченное решение. Например, отключение светла в домах порушальников парадку. Виктория Свирская, Юрий Никитюк, Минщина. Отпочить и заработать на Минщине дадены старт працанному лету. Зараз у районах идея формирования студотрада. У них будут працавать 7 тысяч молодых людей. Подредка от 14-го чекают сотни организаций и предприемств. У Минской области будут працавать сервисные, экологичные, педагогичные, сельско-господаршие, будавничные отрады. Школьники будут допомогать наводить парадок на земли, по уборцу Раджаю, на прополции лесопосадок, будавничество объектов. Будучие педагоги станут на час вожатыми, их чекают оздоровленных лагерях. Своё жадание працавать летом уже выказали 3 тысячи человек. В прошлом году у нас работало 14 студенческих отрядов. Это были и сервисные отряды, и сельскохозяйственные. Работали строительные отряды. Теперь у нас работают на протяжении этого месяца штабы трудовых дел в школах и в колледже. Формируются студенческие отряды. В мае месяце начал работу сервисный отряд на базе Копольского государственного колледжа. Ребята там работают по пошиву постельного белья. С июня месяца начнут свою работу сельскохозяйственные отряды и сельскохозяйственные отряды экологического профиля. Выбор молодых, выбор будущую. В субботу во всех районах Минской области пройдет областный Батьковский исход. Мероприемства организуют установы профессионно-техничной и средне-специальной эдукации. В сходе примут в дело областные районные влады, представники центров занятости, базовых предприемств, заказчиков кадров. А так само правоохонники, психологи, батьки выпускников. В училищах и колледжах проводят мастер-классы, презентации, выступления агитбригад. Сустречи с представниками працованных династий и знакомитыми выпускниками. Батьки старшоклассников узнайомятся с материально-техничной базой, эдукационными послугами установ, отримают консультации экспертов. Гонор и память. До 70-ти годы перемоги на Минщине в Нарежныйстан приведены мемориалы помники воинской славы. Молодь заклала десятки тематичных парков и скверов. Так на Копыщине увезся Слобода Кученко. Активисты устаревали новый помник партизану Владимиру Качановскому. 16-ти годовым юнаком Владимир стал членом партизанской бригады и вел безлитесную братьбу с ворогом. Загинул он на Копыщине подчас черговой боевой операции. И сегодня земляки Владимира Качановска обережливо заховывают память про юного героя, а в учни школы постоянно сочат за аппаратками частинной воинской поховании. В конце 1042 года фашисты вырошили знишить партизанский рух на Копыщине. И на шляху фашистов встала группа Шмельчаков с 18 бойцов под командованием Викентия Дроздовича. Сирот их находивший Владимир Качановский. При минометном обстреле мина трапила у древа, разорвалась, и осколок мины насквозь пронизал тело юного героя. Про 70 годов, год великой перемоги, мы вырошили установить новый помник на могиле героя. В нашем классе есть памятник, за которым мы регулярно смотрим, красим, убираем, вырываем траву, побеливаем, ну, все, что можем. Мы это делаем, чтобы помнить тех, кто умер ради нас, ради нашей жизни. И на этом у меня все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин